друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал на ютюбе оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала маркет с торговыми идеями в котором на ежедневной основе мы размещаем также аналитический контент у фондовым активам рынку на форекс рынку производных финансовых инструментов для того чтобы у вас было больше информации для принятия торговых решений ну что ж повестки экономического календаря сегодня самый важный релиз а который первый из которых мы ждали это статистика по штатам по аэсэм в сфере услуг то есть дела активность сфере услуг еще один сектор американской экономики которые мы конечно же должны проанализировать потому что мы хотим иметь больше оснований полагать что американский регулятор уже не свернет с пути активного повышения процентной ставки поэтому нужно чтобы было больше доказательства хорошего состояния американской экономики отчета эсэм будет опубликован в 14.00 по gmt это продолжение скажем серии релизов после выхода аэсэм производственного сектора этот отчет мы разбирали на прошлой неделе и как вы помните друзья сейчас специально делаю акцент на это дополнительно что после выхода аэсэм производственного сектора вероятность повышения процентной ставки на 75 байсных пунктов повысилась поэтому сегодня в принципе может быть точно такой же расклад если мы еще один сильный отсчет сфера услуг все-таки более значимый сектора американской экономики если условно разделить и оценить вклад промышленности например в общую динамику по ввп и сферу услуг то конечно же сферу услуг будет доминировать на нее приходится больше 60 процентов а вклада в общий показатель ввп поэтому я рассчитываю что сегодня после как раз со дня труда понедельник выходного дня в сша волатильность на рынке будет более выраженной сегодня есть еще и фундаментальное топливо скажем так для на движение на финансовых рынках если отчет не разочаруют индекс доллара который ушел на коррекцию что вполне естественно и органично после того роста который ранее мы наблюдали снова может а возобновить восходящую динамику индекс доллара сейчас котируется на отметке 109 58 ранее уже вас всех друзья поздравлял с тем что мы наконец-таки добрались до 110 пунктов это еще не предел будут значения еще выше доходность американских облигаций 10-летний трейджерис за которыми мы следим остается на высоких значениях на многомесячных максимумах 3,21 процента и то что доходность трейджерис не снижается это доказывает то что участники рынка уже точно решили для себя то что 21 сентября когда состоится на заседание американского регулятора фид резерва пойдет далеко и повысить ставку на 75 базисных пунктов я пожалуй буду использовать уже такой масштаб повышением процентной ставки поскольку считаю что это уже решенный вопрос и инструмент фэдвотч который позволяет нам оценить как раз агрессивность настрой американского регулятора тоже подсвечивает возможность повышения ставки не на 50 базисных пунктов а именно на 75 базисных пунктов отчет нон фарм фэрлс оказал с одной стороны неоднозначное влияние на рынок поскольку мы увидели до нормальный показатель по количеству новых рабочих мест 315 тысяч прогноз был меньше но уровень безработицы вырос но если мы оценим воздействие влияние этого релиза на вероятность повышения процентной ставки на динамику доллара то в принципе здесь ничего такого и неоднозначного нет индекс доллара ведь получил поддержку участники рынка стали активнее и резче закладываться под повышение ставки на 75 базисных пунктов поэтому можно сказать но он фарм фэрлс выполнил свою задачу которую он должен был выполнить по мнению покупателей доллара и по быче настроенных инвесторов рассчитывающих на то что жесткая монетарная политика сша это следующий на триггер движения всего на финансовых рынках поэтому ждем сегодняшний отчет по айсэм напоминаю в 14 00 по джемте ждем хороших цифр дополнительной поддержки для курса американского доллара по другим релиз европейская точнее инвест идеи европейская валюта против доллара 099 48 европейская валюта в целом остается под давлением причем факторов достаточно это слабая статистика это усиливающийся энергетический кризис и укрепление курса американского доллара по поводу статистики слабые и действительно очень много слабые провальные отчеты пима производственного сектора еврозоны и отдельных экономика и с индекс потребительского настроения на сэнтикс который вышел вчера минус 31 8 друзья со значения июльского значения минуса 25 и 2 и фактически это минимальные уровни с кризисного 2008 года посмотрите за какие периоды времени мы уже с вами вылавливают эти минимальные уровни которые доказывают насколько все плохо сейчас в экономике и с индексы активности в сфере услуг которые вышли вчера собственно по германии значение 47 7 со 48 и 2 по еврозоне в целом тоже спад с 52 то есть когда сектор услуга в еврозоне в целом еще месяц назад был на плаву скажем зоне восстановления сейчас он ушел в зону стагнации потому что текущая цифра 49 и 8 инфляция 9 и 1 процент исторический максимум инфляция точно будет расти потому что на фоне последнего роста стоимости газа но инфляция не может пойти на спад потому что повышение стоимости углеводородов сказывается разгоняющим таким образом на тарифах а тарифы на коммунальные платежи это один из основных компонентов которые влияют на инфляцию здесь выдумывать ничего не нужно друзья здесь просто нужно готовиться к тому что инфляция в странах с превысить 10 процентов уже совсем скоро и на всем этом многообразие крайне провальных релизов мы будем ждать официального объявления рецессии в странах европейского союза но заранее готовлю к тому что этот статус неизбежно его можно уже накидывать на экономику с и быть еще более на уверенным в том что евро будет снижаться и дальше настоящей главную болью для валютного блока конечно же сейчас является энергетический кризис именно который значительно усилился после того как газпром принял решение не возобновлять поставки газа по северному потоку но здесь можно порассуждать конечно же чего еще хотел добиться евросоюз который буквально в конце прошлой недели за день для того как газпром должен был бы после технических работ возобновить работу транзита через северный поток принял решение установить предельный уровень на стоимости поставляем на стоимость нефти поставляемой из россии то есть здесь ответная мера которая с одной стороны понятно с точки зрения объяснения с другой стороны это еще раз доказывает то что может быть действительно россия использует северный поток как инструмент как рычаг воздействия но есть такая возможность скажем так и до тех пор пока отношения не улучшатся они вряд ли улучшатся в ближайшее время пока газа не будет снова направлен страны европейского союза мы будем готовиться к очень непростому осенне-зимнему сезону с всеми вытекающими отсюда последствиями в виде еще больше просадки секторов промышленности сферы услуг еще большего роста инфляции еще более значительного падения платежеспособности европейского населения снижение потребительской активности и еще более медвежьего будущего для главного валютного риска здесь я имею ввиду конечно же европейскую валюту доллар канадец друзья предлагаю подключить к арсеналу наших сделок этот дуэт финансовых активов 1 31 14 вчера как вы помните страны опек плюс если следите за новостями приняли решение все-таки сократить объем нефтедобычи на 100 тысяч баррелей в сутки начиная с октября это решение которое ранее нам подсветил министр энергетики саудовской аравии буквально за две недели до этого видимо все-таки обсуждали кулуарно и это был анонс вот этого грядущего решения снижение объема нефтедобычи это безусловно бычий фактор для котировок нефти и здесь не нужно сейчас улыбляться во первой причине почему страна опека пошли на вот это сокращение обыча мы конечно же можем сказать что это нормальная реакция на новые ограничения в китае в частности в шэнджу и в чэнду двух крупных промышленных городах миллионник что конечно же негативно отразится на спросе на топливо учитывая то что китай является вторым а по величине потребителей нефти в мире но мне кажется что все-таки действия опек их можно объяснить экономической целесообразности желанием просто добиться нужного им эффекта на рынке нефти в плане ценообразования и обеспечить себя прежними колоссальными показателями экстра профита и прибыли рынок нефти с одной стороны после такого решения логично сейчас купить бренд и WTI но друзья я думаю что с покупками чисто нефти можно немножко повременить и предлагаю для того чтобы просто не отказываться от идеи того как можно конвертировать новостной фонд по нефтянке в прибыль по другим финансовым активам рассмотреть канадца потому что канадский доллар на фоне восстановления цен на нефть тоже должен выиграть кроме того завтра состоится заседание банка канады который может повысить ставку на 75 байсных пунктов до 3 25 и в купе еще с ожиданиями роста цен на нефть я допускаю что пара доллар канадец которая сейчас котируется на отметке 1 31 14 основу может протестировать поддержку 1 30 американский фондовый рынок без изменений ждем на отметке 3 800 сн пи сейчас котировки 3941 пункт этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока